Всем привет, это Быть Инди. Совсем недавно, а точнее 13 мая, в релиз вышла градостроительная стратегия под названием Before We Leave. Мы в неё поиграли и вновь делимся своими впечатлениями с вами. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра! Как обычно это бывает в компьютерных играх, человечество в очередной раз находится на грани вымирания по своей собственной глупости. Прошёл уже несколько столетий с тех пор, как остатки выживших впервые спустились глубоко под землю и начали обустраивать свой новый дом, который является последним уцелевшим на планете бункером. Но это было несколько столетий назад, а сейчас вновь появилась надежда. Планета вновь пригодна для жизни. За долгие годы без человечества бедняжка оклемалась, появились природные земли и пресная вода. Самое время выползать из своего убежища и начинать всё с самого начала. Вот мы и начали игру с самого начала, но при этом пропустив обучение. Вылезли из бункера, потыкали все кнопки, ничего не поняли и залезли обратно. Без обучения даже нам в этом проекте делать нечего, несмотря на то, что мы не новички в градостроительных симуляторах. Перезапустив игру, мы сразу увидели несколько советов, которые существенно облегчили нам жизнь. Мы узнали, что каждое здание, которое мы хотим построить, должно быть соединено дорогой с бункером, в котором находится наше стартовое население для колонизации острова, и только тогда оно начнет функционировать. У многих, кто знаком с серией игр Сеттлерс, после моих слов сразу должны возникнуть ассоциации с ней. Забегая наперёд, скажу, что данный проект действительно чем-то похож на эту серию, но не совсем. Если уж и проводить параллели, то в ней сочетаются несколько серий. Например, нам помимо Сеттлеров, она ещё очень напомнила о серии игр Анна, и даже немного Цивилизейшн. Но давайте не будем спешить и разберём всё по порядку. Первое, что бросается в глаза, это визуальный стиль игры. Приятная глазу цветовая гамма, неплохая графика, всё это идёт в плюс игре и складывается хорошее первое впечатление. Почти каждое здание имеет бонус соседних клеток, это значит, что если, например, вы строите колодец, а на соседней клетке будет ферма, то ферма получит бонус к производству урожая, но сам колодец получает штраф. То же самое и с клетками местности. Например, каменоломня получит бонус за соседство с клетками гор. Песчаный карьер, наоборот, получает бонус за каждую пустую соседнюю клетку и так далее. Вот этой нам и напоминает Цивилизейшн 6. Там тоже нельзя ставить здания и районы абы куда. Чтобы добиться успеха, надо спланировать заранее, где и что построить. Но не только данная механика нам напоминает об этой игре. Здесь также, как в Цивилизации, присутствует дерево технологий, который поможет нашему обществу вновь обжить многострадальную планету. А впоследствии, так и вообще, близлежащие планеты. Но не спешите, прежде чем покорять другие планеты, вы должны ещё выбраться за пределы своего острова. Для этого вам понадобится несколько крепких ребят, надежный корабль и жажда приключений. После того, как ваше племя восстановит технологии примерно до уровня средневековья, вы сможете построить порт и создать экспедицию. С её помощью у вас появится возможность открыть новый материк, на котором будет другой климат и новые возможности. Дело в том, что вы не можете просто взять и на самом первом острове развить своё поселение до мегаполиса, который будет запускать космические корабли на другие планеты. Нет, здесь это так не работает. Для продвижения по древу технологий вам нужны очки науки, которые делятся на несколько типов и которые можно получить только на разных островах. Например, на стартовом зелёном острове вы получаете зелёные очки технологий, а на пустынном красные. Как мы говорили ранее, на каждом острове свой климат. И для того, чтобы ваше поселение могло процветать в новых землях, вам придётся изучать совершенно новые технологии. Так, например, для того, чтобы в пустыне ваши жители не получили солнечный удар, вам нужно изучить одежду и обеспечить всех шляпами. Что же касается и холодного биома. Чтобы выжить там, вам понадобится тёплая одежда. Но для того, чтобы это всё сделать, вам придётся приложить немало усилий. Придётся создавать торговые маршруты между двумя островами, снабжая тем самым свою колонию нужными ресурсами. И только потом, у вас появится возможность для добычи новых ресурсов и технологий, которые доступны на этом острове. А вот именно это уже нам и напоминает серию «Анна». Также хотелось бы отметить, что разработчики хотели сделать, чтобы каждый житель был личностью, со своими потребностями и забавными взглядами на ситуацию. Например, кто-то не верит в птиц и считает, что это выдумки, просто видимо они исчезли после глобальной катастрофы. А кто-то всем рассказывает, что может побить ниндзя, но к сожалению, никто не знает, кто это такие. Но по большому счёту, как часто это бывает, это лишь допфича, на которую мало кто обращает внимание и которая не так реализована, как хотелось бы. Подводя итоги, игра неплохая, было интересно и местами забавно, но честно сказать, ожидали большего. Немного не хватает динамики, как в тех же играх, которые я приводил в пример. Там хоть и градостроительный симулятор, но не обошлось без боевых действий, а здесь только мирное развитие своей цивилизации. Хотя, возможно, в будущем это изменится. Мы играли не так много, но даже в описании проекта написано, что развитие только мирное. Как для инди проекта, игра вполне неплохая, поклонников серии «Анна», возможно, не заинтересует, но вот любителям сеттлерс попробовать стоит. Теперь мы хотим поблагодарить наших спонсоров на патреоне, спасибо китоканекс и всех, кто нас поддерживает. Мы это очень ценим. Благодарю, что досмотрели этот ролик до конца. Пишите, заинтересовала ли вас эта игра, и какие градостроители вам нравятся больше всего. Будет интересно узнать и обсудить.